Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Казалось, совсем недавно ведущие украинские политики и человеколюбцы воспевали на все лады тему геноцида украинского населения во время Голодомора 30-х годов. Неужели никто не видит надвигающегося Голодомора 2015 года? Продолжение следует... Что вы делаете? 20 грамм картошки? 300 грамм крупы? 300 грамм воды? Такой супчик, так легко, не переедаешь. Люди занимают деньги, опять же, занимают, чтобы приехать на работу. А как дальше их отдавать, эти деньги? Уже и страшно, потому что в сутки, в сутки, в сутки. Да, а что делать? Да, ходят, да, с брянками. Да, и обратно. Вот даже по такой погоде. А за что ездить, если не такие деньги? Сейчас уже не ходят, потому что не пойдешь. Скользко, грязно и темно. А летом ходили, а что делать? Прокатались куда? Родильный дом. Зачем? Включили патриотизм. Молодцы. Медаль вам за это дадут. Может, ароматок? Эти люди просто, они пытались жить, работать и вообще строить вот именно будущее. Теперь это родильный дом, где, извините, на свет производят детей. Они будут зарабатывать эти дети, которых мы вот здесь вот рожаем. Они будут зарабатывать дальше денежку другим людям. Это правильно? Правильно. Поэтому я так понимаю, что эти детки, рожденные никому, раб сила, в будущем, наверное, не нужна. Ни Украине, ни вот ЛНР. Они, походу, никому не нужны. Главврач роддома Александр Яковлевич Сопельников ежедневно пишет письма всем, кому только можно. О выделении продуктов, о подвозе хлеба, о помощи в заправке генераторов, о необходимости поставки лекарств, последний раз, которые получали 4 октября. Каждую неделю я где-то изловчаюсь, либо ищу деньги, либо ищу, что кто-то поможет. Помогают. Ну, не алчиться. Почему, не знаю. У нас два генератора. Мы пять суток в общей сложности держались на генераторах. Были дети аппаратные, были все. Ну, как-то один раз приехали, когда уже все работало, когда уже свет, уже генераторы запустили, приехали, я не знаю откуда, с комбинатуры, и сказали, типа, вот какая помощь нужна. Сохранить кадры, сохранить материально-техническую базу, это самое главное. Показатели работы, это потом. Если 50% людей уедет, эту службу уже восстановить будет невозможно. Не получали заработную плату в полном объеме, а получали небольшие суммы, которые позволили выжить, ну, допустим, мне, так как молодому врачу, я это запомнил. Я не думал, что мы будем 6 месяцев без заработной платы, и врачи, и средний персонал уже как бы нацелились. Новый год, это точка отсчета новая. Либо начнут платить заработную плату, либо начнут увольняться, уходить, просто в никуда, сидеть дома. В то время как в Алчевском роддоме из 260 человек персонала ушла почти треть, восполненная лишь частично, в остальном секторе городской медицины нехватка специалистов по отдельным профилям достигает 50-60%. Главврач Алчевской центральной горбольницы Винникова Любовь Николаевна не теряет оптимизма и подписывает пачку подписных листов о переводе на полторы ставки. Медики сегодня работают больше, не получая при этом ничего. При этом в соседней Брянке 11-12 декабря сотрудники больницы начали получать свою зарплату. В Луганске медики получили пособие и зарплату за 2 месяца. А в Алчевске от ЛНР за все время гуманитарная продовольственная помощь была получена всего один раз, в крайне скудном количестве. Ее можно будет собрать, наполнить другими кадрами, но этот механизм будет работать по-другому. Это как капитальный ремонт двигателя. А как нам дальше жить? А я не знаю, что людям сказать. Вот собрал, годовой отчет сдаем. Ну, первая притча во языце – это когда будут деньги. И причем доктора понимают ситуацию. Почти все. Средний персонал, ну, 80% понимает ситуацию. А мы теперь снова не понимаем. При всей этой плачевной ситуации Алчевский роддом в 70-летней истории, имеющий самый низкий процент кесаревых сечений в области, сегодня принимает рожениц не только из Алчевска, но и из Перевальского района, Брянки, Славяносербска, Лутугина. Его работницы закладывают цепочки в ломбард, чтобы оплатить проезд на работу. Или едут в маршрутках, опустив глаза под унизительные комментарии водителей, так как нет даже этой гривны символично заплатить за проезд. Медики последние, кто уйдет со своего поста, убежден главврач. Но, учитывая ситуацию, это может быть уже совсем скоро. Шесть месяцев – это предельная цифра, когда мы можем находиться без заработной платы. Шесть месяцев – я такого не помню. Я не старожил, там не работаю 150 лет, но, по крайней мере, я помню 96-й год, когда мы три месяца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как эти продукты разделить на четырех человек и на сколько этого хватит? Вопрос к тем, кто выделял такой щедрый паюк людям, пять месяцев живущим без заработной платой. Работницы Алчевского роддома намеренно оставили его как музейный экспонат, как образец реальности, в которой сегодня выживает народ Донбасса. Ну, это четыре человека, которые сегодня были на работе. А те, которые пришли через два дня, они за этого не поставили. Другие деления подходят, говорят, чтобы быть, кому-то отдать лучше.